Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток, как всегда в это время. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы сегодня поговорим о российской экономике, что происходит с ней родимой. И в то же время еще и оценим, как это сказывается на бизнесе банков. В студии у нас банкиры сегодня. Как минимум. Итак, такова тема сухого остатка сегодня. Я представляю моих гостей в студии Финам.ФМ. Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп. Добрый день. Добрый день. И в студии Вероника Чейкина, аналитиков ЦИНФИНА. Добрый день, Вероника. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Все это вам может потребоваться, может понадобиться для того, чтобы задать свой вопрос, либо поделиться собственным мнением на заявленную тему. Ну что ж, давайте начнем традиционно с того, что посмотрим, что же происходит на финансовых рынках. Не обойдем мы вниманием их и сегодня. 15.03 в Москве. Итак, вчерашнее закрытие Америки. Достаточно серьезное, негативное закрытие. Почти полтора процента потерял СРП 500 и 1608 закрылся он на этом уровне. Полтора процента Доу Джонс. Может быть, та самая ожидаемая всеми коррекция, вот сейчас и, собственно, происходит. Начало ее заложено. Может быть, опять никто об этом, естественно, не знает. Поддержали своих старших коллег азиатские площадки. Никей закрылся в минусе на 1%. 1,2 потерял Шанхай Композит. Нынешняя европейская сессия разнонаправленно. Вот я смотрю на Фудси 100, который растет на 1,1%. А наши уже в минусе. Пока символический минус РТС 0,04. Чуть больше ММВБ 1,1 теряют они. Ну, в общем, печально все пока выглядит. Смотрим на сырье и на Форекс. Бренд, нефть марки Бренд. Наверное, не нужно уже больше ее называть, потому что все равно ничего не зависит почему-то. Нефть марки Бренд все-таки выше 102 даже долларов за бас. 1277 за бочку. Золото 1404 доллара за унцию. Отросло немножко. Евро-доллар сегодня пытается отрасти. 1,3113 текущая котировка. Ну, выше 1,31 уже забрался. Набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. Есть, правда, те, что торгуются лучше рынка. В основном, конечно, все в красном. Вот ГМГ Норникель отскакивает на 0,7%, МТС на 0,9%, Роснеф на 0,5%. А остальные все падают. Автоваз 1,5%, Ростелеком 2,5% и почти 2% Северсталь. Вот такова картина маслом. Ну, не очень радует она, судя по всему. И за кадром мы как раз эту тему обсуждаем с моими гостями. Всякие придумали эпитеты, что происходит сейчас на российском рынке, в российской экономике. Ну, и, наверное, на финансовых площадках в целом. Итак, давайте начнем. Собственно, первый мой вопрос. Действительно, это так? Действительно, Вероника, тебе вопрос. Действительно, это так, что российская экономика замедляется? Ну, да, она, в общем-то, не тоже замедляется. Она вообще уже давно замедлилась. Более того, то есть, даже уже не призрак рецессии, а, в принципе, уже какие-то факторы, которые говорят о том, что российская экономика, она уже практически уже вступила в эту стадию. Не, ну, формально нам надо все-таки второй квартал посмотреть, наверное. Ну, в принципе, да, ну, посмотреть данные, да, второй квартал, статистика, там, может, где-нибудь что-нибудь подтянут, может, где-нибудь там что-нибудь подкрутят. Подпишут. Но, в принципе, конечно, в целом ситуация печальная. Ситуация печальная. Ну, ладно, печальаться раньше времени не будем. Давайте поговорим о том, а что, собственно, в этой ситуации как раз могут предпринять наши финансовые регуляторы, так называемые. Сейчас мы пока начнем не с коммерческих банков, как они себя чувствуют, да, а поговорим о политике Центрального банка, глава которого, госпожа Намиулина, вступает, собственно, в должность как раз в июне, в 20-х числах июня. Анатолий, как ты считаешь, вот что-то может измениться кардинально с ее приходом, тем более, что и для наших властей наверняка не секрет, что российская экономика замедляется. Не только Вероника наверняка знает, знают многие. Я скажу больше, насколько я понимаю, на третий квартал уже даже в том числе и коммерческие банки, про которые мы пока не говорим, но они уже запланировали, и даже в свои ставки по кредитам они уже закладывают скорее вот эту вот возможность в третьем квартале рецессии российской экономики. Да, несомненно, экономика, ну, замедляется, мне кажется, не совсем правильное слово, там вообще все не так хорошо, что она... Замедление подразумевает движение. Так. Продолжай, продолжай. Замедление. С движением большие проблемы. Также большие проблемы в том, что у нас, у наших властителей, так скажем, нету однозначного понимания причин этого замедления, так называемого. Потому что одна группа экономистов считает, что это исключительно внешние факторы, то есть то, что российская экономика уже интегрирована в мировую, и все, что к нам пришло, пришло от Запада. Вторая часть экономистов считает, что это все результаты наших внутренних факторов, как то очень высокие ставки, ставка рефинансирования, которую предлагает Центробанк, это высокая достаточно инфляция, вот. А также, ну не просто так уже, даже Минэкономразвитие уже прогнозы откорректировал свои собственные по росту ВВП и по всему остальному, там все как-то совсем печально. Ну вот, кстати, вы заговорили о факторах, Вероника, вот ты к какой позиции присоединилась бы, если у тебя нет собственной, конечно, какой-то кардинально отличающейся от того, что озвучил Анатолий. И вот видишь, он говорит, что часть властителей, да, властителей умов смотрят на Запад и винят во всем, так сказать, внешние факторы, а остальная часть говорит, нет, это у нас, причина здесь внутри. Ты на какой позиции? Я думаю, что здесь симбиоз такой некий, вот, то есть есть и внутренние причины, и есть и внешние тоже, естественно, причины, да, то есть просто внешние причины, они, скажем так, подталкивают внутренние. Внешние подталкивают внутренние. Ну, на мой взгляд, да, и дестабилизируют еще больше ситуацию, а принимать какие-либо решительные меры, вот, никто, собственно, не торопится, все опять, ну, на нефть, естественно, уповают, да, то есть пока нефть держится выше ста, то есть, ну, все, у нас будет ничего. Ну, вот, смотрите, нефть держится выше ста, ну, просто сейчас понятно, что на экономику, наверное, да, если, так сказать, говорить о раскорреляции какой-то, на экономике мы это сможем увидеть чуть позже, я вот смотрю на рынок российский, фондовый, и уже, да, не, ну, Вероник, можно махать рукой, говорить, а, что о нем говорить, да, и, тем не менее, смотрите, нефть выше ста держится, 102-103, а российский рынок падает. На это обратил внимание даже Путин, вот, на сочинском заседании, которое было, цитата, мы такое наблюдаем в первый раз, то есть, настолько все плохо, и это при все равно еще высокой стоимости нефти, то есть, здесь как-то, вот, парадоксальная ситуация, но она присутствует. Мы все время говорили, что высокие цены поддерживают, ну, как минимум, российские фондовые рынки, как максимум, российскую экономику. Так вот, я, собственно, вопрос-то какой? Мы видим, да, что сейчас парадоксальная ситуация, раскорреляция, да, между ценами на нефть и индикаторами российского фондового рынка, а через какое-то время мы увидим и, может быть, да, как вы думаете, мы можем увидеть и раскорреляцию в отношении российской экономики. Высокая цена, а мы все равно в рецессию. Может такое быть, Вероника? Да, да, может, в общем-то, уже цены на нефть, они уже не поддерживают экономику, не дают ей никакого импульса роста, отток капитала ужасный происходит, и вот даже, да, вот Сергей Игнатьев, который обычно все время как-то очень осторожно, да, высказывался, вот, напоследок так, на форуме, он очень так... Приложился. Да, 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 оценил ситуацию очень нехорошо. Ну, напоследок, понятно, что он уходит, да, и он может говорить все, что может. Нет, ну, он уходит-то с поста, но он не улетает на другую планету. Во Францию некоторые сейчас улетают. Здесь в любом случае слова эти останутся. Вот, и он, насколько я понимаю, не прогнозирует уменьшение вывоза капитала из России, то есть уходит капитал темпами просто чудовищно. Даже где-то я читал в ленте новостей, что даже ситуацию не меняет то, что случилось на Кипре, да, оттуда все-таки капитал таки потек в Россию, может быть, не в тех, так сказать, не в тех масштабах, каких хотелось бы. Вероника, ты же была у нас на Кипре как раз в то злосчастное время. Действительно можно говорить, что вот этот кипрский синдром, да, кипрский прецедент, он каким-то образом повлиял на приток капитала в России? Нет, нет, я не думаю. Я думаю, что основные капиталы, они стремились там в другие, там, более благоприятные юрисдикции. Кипра не в Россию, а куда-то в другое место. В другие места, да, вот мы видим, допустим, ралли на американском рынке, мы видим там определенные ралли на европейских фондовых площадках, да, вот, но мы совершенно не видим ничего хорошего, никакой хорошей динамики российского рынка, более того, он очень узкий, ликвидности на рынке практически совсем нет, да, и такое вообще ощущение, что там два, два там, это игрока играет. Покупатели-продавец, да, да, да. Вот, и все, между собой, да, они там перекидываются. Печаль, печаль, печаль. Хорошо, внутренние факторы, да, замедление российской экономики. Анатолий, если можно, прям перечислить, вот, что прежде всего, ну, хотелось бы, опять в прицеле того, что нужно будет менять, опять-таки, в связи с приходом нового главы Центробанка, может быть, действительно, это и получится. Несомненно, ну, это и мое мнение, но это самое, не самое главное. Ну, и экономисты, и банкиры считают, что остро необходимо как можно быстрее снижать ставку рефинансирования Центробанка. А ты этого мнения тоже придерживаешься, да? Да, 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 это давно надо было сделать. Просто руководство Центробанка ни в коем случае не хотел этого допускать. Здесь вот удивительно, что у нас ипотечные кредиты как-то под 14, но сейчас под 12 дают, и банки считают. Что это нормально. Что это нормально, да. А, кстати, в Европе 3% годовых. Понятно, а вот этот человек, который пришел за ипотекой на 15, там, на сколько, на 30 лет, по 14%, вот он как себя чувствует? Можно предположить, что у него в голове? Он же может математику-то. У него нету особо других вариантов. Я понял. Анатолий, сейчас мы, да, сейчас мы прервемся. Новости на Финам. Ну что ж, мы продолжаем, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп и Вероника Чейкина, аналитик фонного центра Инфина. Мы обсуждаем российскую экономику, поговорим сегодня о бизнесе банков, как они чувствуют в эти нелегкие времена себя. Начали мы говорить уже, собственно, да, по этому поводу, там, что-то про ипотечные кредиты, по крайней мере. Зашла речь у Анатолия. Я единственное, прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну и вот основная интрига, основная такая дилемма, что ли, кто виноват, запад или внутренние все-таки российские какие-то события, не позволяют российской экономике расти, не позволяют. Она уже даже не замедляется, как у Анатолия. Это действительно так, да, она даже не замедляется, она просто стоит, стоит на месте, падает. Так вернемся, вернемся. И так ты говоришь о том, что, ну, в частности, ипотечные кредиты, да, предлагают там по 14%, я заинтересовался. У нас по 14%, ну, правда, вот было недавно, по-моему, даже сегодня, статья о том, что наши ипотечные кредиты на рынке снизились с 12,9% до 12,4%. 14% это ставочка была там порядка 4 лет назад. Так вот, возвращаясь, для оживления экономики, но это не только у нас в стране, это, в общем, объективный экономический закон, стоимость денег должна снижаться. Новый будущий глава ЦБ, она сообщила, что она как раз собирается принимать меры по снижению ставки, правда, исходя из анализа инфляции в стране. Тут ей оппонировал Кудрин, сказав, что, в общем, это не совсем правильно, правильно исходить не из инфляции, а из прогноза на инфляцию. То есть снижение ставки, оно должно опережающими, конечно, опережающими темпами происходить. Ну и, кстати, вот опять мы заговорили об инфляции, инфляция-то опять подрастает, мы видели, да, майскую инфляцию за счет продуктов питания, она уже выше прогнозируема, и это не даст возможности, наверное, снизить ставку, как думаешь, Ферония? Я думаю, что это, на самом деле, такой вот этот всплеск, который произошел, продуктовый, да, вот инфляция, вот то, что там тарифы некоторые регулируемые. Вот, я думаю, можно рассматривать на как разовый такой, потому что, я думаю, к августу, ну, сезонное снижение, да, плюс вроде как видно урожай в этом году неплохие, там даже повысили, по-моему, прогноз по импорту зерна России повысило. То есть, вот в данной ситуации, мне кажется, все-таки Центробанк должен больше думать именно о ускорении экономического роста, а не о том, вот, чтобы вот сдерживать вот эту инфляцию, да, вот и мониторить вот, 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 каждую неделю конкретно, вот, исходя из этого, строить свою политику. Но, тем не менее, согласитесь, все-таки в, как модное слово такое, в мандате Центрального банка, то есть в основных функциях не записано то, что он должен, так сказать, стимулировать экономический рост. Пока не записано. Да, подняла Вероника пальчик, ребята, подождите. Ну, а вот, кстати, кстати, я немножко отвлекусь, только что в новостях, в наших новостях прошло, и это важно, заседает сегодня, уже заседал, да, Банк Англии оставил процентную ставку на полпроцент, ну, на прежнем уровне полпроцента годовых. Сейчас вот буквально через полчаса, да, через 25 минут будет заседать ЕЦБ по тому же вопросу, и, скорее всего, тоже оставит эту, ну, посмотрим и прокомментируем. Так вот, так вот, в развитых государствах, да, Центральный банк не вмешивается в экономический рост никаким образом. Ну, имеется в виду то, что у него не стоит такой задачи каким-то образом это отслеживать, а у нас такая задача может появиться. Это нормально, Толь? Здесь, опять же, вопросы диалектические и ответов может быть много. Дело в том, что у нас достаточно большой сектор экономики государственной, чего мало где встречается в других странах. В развитых, как минимум, да, в развитых. И по этой причине Минэкономразвития должны, ну, обязательно должны работать в жесткой связке с Центробанком. И, ну, невозможно так, чтобы Центробанк свое чего-то в одну сторону. Это понятно, должна быть связка. Но в данном случае функции Минэкономразвития будут делегировать Центральному банку. Зачем тогда Минэкономразвитие нужно, скажите, пожалуйста, Вероника? Как, зачем? Они будут прогнозы выпускать. Что бы было? Немножко делегировать не совсем правильно. Тут речь не о делегировании, они просто должны смотреть в одном направлении, чтобы не было, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь. То есть, я так понимаю, до последнего момента было примерно то же самое, да? То есть, Центральный, могу сказать, ну, у нас инфляция, задача инфляции, все, мы повышаем ставку, повышаем ставку. Минэкономы говорят, ребят, куда повышаете, уже замедляемся. Ну, да, такая полярная риторика такая у них была, да, действительно должны, вот если хотят, все хотят, хочется верить, да, чтобы как-то оживить нашу экономику. В общем, должны все действовать какой-то единой связкой. Хорошо, хорошо. Вот мы, собственно, заговорили о том, что может оживить нашу экономику. Ну, я так понимаю, единодушно сегодняшние мои коллеги, сегодняшние гости пришли к тому, что надо снижать ставку рефинансирования. Ну, это один из способов. Один из способов, ну, как минимум их несколько, наверное, вот один. А как глубоко, кстати, снижать это, Толь? Как далеко? Ну, 0,25 там, 8% будет. Это что-то изменит? Подозреваю, что не очень. Я, на самом деле, не анализировал цифры и примерно не готов выдать какой-то прогноз, но... Ну, более существенно в любом случае, да? Более существенно, чем на 7,25. Конечно, конечно. И это первое снижение ставки рефинансирования. Потом, поскольку у нас все-таки самые крупные банки, это государственные банки, есть смысл, наверное, послушать предложение на сочинской конференции, поступив от одного из руководителей МДМ-банка, в административном порядке регулировать маржу государственных банков. То есть, если в отличие от коммерческих у них фондирование в районе 6-7%, то, соответственно, на те же нужды народного хозяйства, там, для промышленности, ну, они должны давать, ну, как минимум, по менее низким ставкам кредиты. То есть, там прозвучало вообще в районе 14%. Я так понимаю, что сейчас это недостижимая цель, получить кредит. Ну, я думаю, да, что многие просто не согласятся на такие условия. А вот здесь опять нет перегиба некого. Получается, опять у нас некая регулированная экономика государства объявляет ставки, объявляет какие-то правила игры. Это правильно? А здесь наоборот. Ограничение свободы как раз тех самых государственных. То есть, да, рынок кредитования коммерческого или потребительского, он, в принципе, есть. Другое дело, что одни игроки получают деньги, там, процентов по 10-12, и государственные банки... И вынуждены, соответственно, высокие ставки держать, да? Вынуждены, они закладывают туда и свои опексы, и маржу, и все-все-все. А государственные банки, они немножко в другой ситуации. Они почти вдвое получают дешевле деньги, но... А ставки те же? А ставки те же. А ставки высокие, да. Более того, они как вот все же следят за Сбербанком, да, эталон. Как только он там что-то повышает, там все начинают тоже повышать, естественно. То есть понятно, конечно, что коммерческий банк, основная задача получения прибыли, там, несмотря на то, государственные, ну, или там, квази-государственные, или частные, да. Но действительно, ситуация такого неравенства есть, и то есть даже и крупные частные банки испытывают сложности с привлечением фондирования для них, а для там средних, небольших банков, это вообще очень большая проблема, конечно. Хорошо, ну, логично, да, это прозвучало, тем более от главы, да, коммерческого банка. А как вы думаете, это будет услышанно? Потому что, ну, понятно, что конференция, да. Сразу дали ответ, что не будет. Да, не будет никаких административных мер по регулированию государственных банков. Но вместе с тем, все равно рынок, он все это уже видит. То есть уже прошла информация о том, что и Сбербанк начал уже понижать ставочки и по коммерческим, и по потребительским кредитам. Они изменили свой прогноз по портфелю, то есть они прогнозируют увеличение портфеля потребительского кредитования и снижение коммерческого кредитования, что, в общем, тоже нехорошо, не гуд для нашей промышленности. А вместе, а след за Сбером, соответственно, и все остальные начали потихонечку снижать. Ну вот это позитив, можно говорить, да, это позитив. Насколько, собственно, сработает, да, этот самый позитив? Вот опять... Ну да, то, что ставки снижаются, конечно, да, это позитив. Другое дело плохо. Вот действительно, что корпоративное кредитование, оно в очень тяжелом состоянии, плохом находится. По каким причинам? Опять по поводу... Все-таки дорого еще, потом нет денег у предприятий, просто нет денег. Надо же обслуживать кредиты, которые уже взяли, на новые кредиты уже просто не хватает сил, и вот сальдированная прибыль предприятий падает, тоже вот об этом Игнатьев говорил. То есть вот все, конечно, такие вещи, они как аргументы в пользу того, что надо снижать обязательные ставки. Очень долго держали высокими ставки. Вот, кстати, вот на те же грабли наступает, что Европейский Центробанк, который вот еще при Трише, да, они долго-долго все-таки говорили. Они пару раз повышали даже, я помню, в 10-м году, по-моему. Да, повышали, тоже говорили об инфляции, ну, это, естественно, немецкое влияние, потому что там у них национальном уровне, там, это боязнь гиперинфляции, там, с начала прошлого века. Вот, и поэтому очень долго держали, могли вот эту ситуацию разрулить гораздо быстрее и вот не допускать того, что сейчас происходит в Европе. Кстати, по поводу разрулить ситуацию, мы сейчас о Европе, да, немножко поговорим. Вероник, ты думаешь, ситуация разруливается в Европе все же? Да нет, не очень, к сожалению, она разруливается. Наоборот, нарастают проблемы. Нарастают проблемы. Потому что я хотел бы опять-таки сейчас посмотреть за рубеж, оценивая вот позицию первой группы, да, которой Анатолий говорил, тех наших экономистов, наверное, да, которые, ну, винят или, как минимум, да, кивают на внешние факторы, да, на западное влияние, в результате чего вот у нас замедляется экономика. Что должно произойти там, чтобы поменялось что-то здесь? И где, прежде всего? Да. Вот на этот вопрос у меня нет ответа. Ну, опять-таки, вернемся к тому, что вот мы сегодня оценивали возможность ближайшей, да, коррекции там на российских, на американских, простите, рынках. Если вот там в какой-то момент, там, сегодня, завтра, через неделю, через месяц, может быть, там, через полторы недели после заседания Федрезерва коррекция начнется. Как это аукнется здесь, Вероника? Ну, мы будем падать еще веселее, еще дружнее, да. Поэтому я и сказал, нет у меня ответа на это. Ну, то есть вариант такой, что да, чтобы, где бы, что бы ни случилось, у нас направление одно. Ну, пока, к сожалению, да, вот, смотрит как-то вниз. Все смотрит вниз? Да. Все смотрит вниз. Так, хорошо, ладно, значит, у нас сейчас немножко осталось времени, мы будем слушать новости, а потом более детально поговорим все-таки о бизнесе коммерческих банков, как сказывается текущая ситуация на их бизнесе и, собственно, чтобы они могли предложить российской экономике, чтобы ситуацию изменить. Итак, новости на Финам.ФМ, после новостей продолжим. Ну, что ж, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ, мы говорим сегодня о российской экономике и, наверное, строим прогнозы какие-то, хотя, да. Не любят, не любят мои гости строить прогнозы, я их понимаю прекрасно и сам это не очень люблю. Хотя прогнозы здесь однозначные, да, и Вероника, и Анатолий склоняются к мнению, что ничего, видимо, в ближайшей перспективе мы не увидим. Ну, да ладно, продолжим обсуждать эту историю. Еще раз напомню, в студии сухого остатка сегодня Анатолий Артюхов, член Совета и директоров Федерал Финанс Групп и Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы и делитесь собственными наблюдениями, ну и мнением. Вот вопрос, конечно, наверняка, ну, на бывательском уровне очень интересен, что нас ждет в ближайшей перспективе. Ну, наверное, лето пройдет более-менее спокойно, потому что это лето, да, Анатолий? А вот начиная с сентября, ого-го, ты ждешь вообще какого-нибудь ого-го? Август, ну, традиционно август, месяц потрясений. Во-во-во, будет что-нибудь такое вот в тринадцатом году? Я думаю, что нет. Я думаю, что все, что могло случиться, уже случилось. Серьезно, серьезно. Так что особых вот кардинальных каких-то ухудшений или улучшений я не предвижу, хотя ты и сказал, что мы прогнозы не любим ставить. Ну вот, видишь, как тем не менее прогноз ты озвучил. Вероника, как ты думаешь? Ну, все будет, я думаю, все вертеться вокруг вот этого сейчас. Сакраментальные будут сворачивать, штаты программы количественного смягчения не будут сворачивать. Кстати, это сакраментальные действительно, надо об этом тоже будет поговорить сегодня. Да, поскольку сейчас все трактуется, выходит хорошая статистика, все говорят, ой, какой кошмар, хорошая статистика, экономика восстанавливается, будут сворачивать программу. И все падает, да? Выходит плохая статистика. Все радуются. Все говорят, о, как хорошо выходит, не будут сворачивать. С этой точки зрения посмотреть, мы живем в каком-то сумасшедшем мире, да? Хотя хорошие вещи нас не радуют, плохие, наоборот, заводят и говорят, что... Да, да, извращенная логика в финансовых рынках. Но это кризис, да, потому что действительно с таким кризисом давно не сталкивалась. Экономика, он, в общем, уникальный в определенном смысле этого слова. Ну, как любой кризис, собственно, все разные. То, что ты говорил, да, что это кризис, из которого, собственно, мир еще не знает, как выйти, да? Первый кризис, да, из которого пытаемся выйти без мировой войны. Ну, дай бог, чтобы обошлось, конечно, без мировой войны. Итак, вернемся к бизнесу банков. Ухудшение экономической ситуации, собственно, наверняка, да, нехорошо ни для кого, ни для реального сектора, ни для финансового сектора, для какого угодно сектора услуг. Но, тем не менее, я думаю, что у банков есть, наверное, некие возможности, да, каким-то образом на плаву-то устоять, удержаться. Есть эти возможности? Есть. Эти возможности есть, но они все достаточно кардинально могут сказаться на будущем этого банка. То есть сейчас большинство небольших банков, они не развиваются, они выживают. Как правильно Вероника сказала, у предприятий нет денег, а чтобы, как у нас говорят, кредиты выдают только тем, кому эти деньги не нужны. Но в этом случае они говорят, что этот заемщик надежный, да, ему деньги не нужны, он наверняка вернет. Можно дать, да. А те, кому они нужны, он их потратит, и потом неизвестно откуда взять. И поэтому банкам, в общем, достаточно мало возможностей для кредитования тех же самых промышленных предприятий и для предприятий реального сектора экономики. К тому же все достаточно серьезные проекты, они все уже, поляна поделена государственными банками, которым, естественно, гораздо выгоднее выдать один крупный кредит, чем там тысяча средних. Даже не мелких, а средних. То есть там наши крупные банки, они не заморачиваются кредитами. Ну, может быть, это и правильно, крупные банки пусть не заморачиваются. Для этого есть средние и мелкие банки, которые работают с розницей. Их практически нету в том-то и дело. Крупные банки, крупные промышленные предприятия. А с розницей там понятно, есть передовики розничного бизнеса, которые уже своих клиентов поимели. А вот что-то посередине между этими двумя прослойками, это банки, которые практически выживают. Малый и средний бизнес это... Вот я тоже хотел об этом сказать. Проблема малого и среднего бизнеса еще и в том, что их никто не может поддержать. Ну, финансово прежде всего, да, Вероника? Да, малый и средний бизнес, да, очень... Все же вот Банк Возрождения, стоп-30, одно время тоже себя позиционировал, как вот банк, который занимается кредитованием малого и среднего бизнеса. Вот что-то не очень хорошие дела у Банка Возрождения. В плане вот выходит уже какой квартал, не самая хорошая отчетность. И портфель кредитный сокращается. То есть, все-таки вот реальный сектор, нет, не идут туда деньги. Все кинулись вот наращивать портфели розничных кредитов. Вот, а это, в общем, тоже чревато тем, что еще, естественно, будет рост просрочек, да. И плюс Центробанк норма резервирования под эти кредиты ужесточает. Вот, то есть, эта ситуация тоже такая палка о двух концах. Ну, вот, кстати, да, если говорить о нескольких вариантах потребительского кредитования, в конечном итоге, да, это тоже может поддержать, да, экономический рост. Не уверен. Не уверен. Потому что потребительский, оно на цели потребления. То есть, фактически, если вот на пальцах я беру деньги, чтобы их потратить на свое, на потребление, там, чего-то. Хорошо. Но если с экономикой не здорово, если я теряю работу, я тоже самый потребительский кредит и возвращать не буду. Ну, или возвращать не буду. Но изначально, смотри, потребительское кредитование, все-таки, оно поддерживает каким-то образом экономический рост. Именно потому что я беру кредит, да, занимаю деньги, чтобы кто-то купить. Соответственно, спрос предложения и появляется, да, необходимость это что-то еще раз произвести. Ну, да, да, да. Ну, внутренний спрос, да, он поддерживает, конечно, экономику в определенном смысле. Но действительно, очень-очень сильно уже закредитованность достаточно большая, да. Вот, и поэтому я думаю, что увидим существенное вот ухудшение качества кредитных портфелей банков. Это ближе к сентябрю опять, да, ближе к осени? Ну, не думаю, что именно ближе к осени, да. Ну, в принципе. В принципе, да. Ну, и опять, если возвращаться, да, к тому, что экономика замедляется, второй квартал, если покажут цифры, да, и мы будем говорить о рецессии, наверняка в ответ, да, на эти официальные сообщения может что-то и произойти. Я имею в виду в банках как раз, да. Ну, разговор о ухудшении кредитного портфеля, в том числе о невозвратах, да. Ну, банки, в принципе, я не думаю, что здесь какая-то революция произойдет. В принципе, каждый банк, он, естественно, заинтересован и в том, чтобы портфель улучшался и постоянно не уменьшался этот портфель, потому что прибыль-то им нужно откуда-то получать. Я не думаю, что если не случится что-то в экономике плохого, то кредитный портфет для как-то банков кардинально изменится. Смотри, ты сказал, если не случится что-то в экономике плохого, то есть опять какая-то, да. Ну, та самая рецессия случится, как это было в восьмом году, там, тысячами люди становились безработными в день, там, в одном городе, допустим, в Москве. И фактически в этом случае уже люди не смогут свои кредитные обязательства своевременно выполнять. И у банков начнутся проблемы, естественно. Ну, да, то есть в основном кредиты в массе своей, да, вот это средний класс, так называемые офисные работники, офисные клерки, которые, естественно, вот как вот, что вот в первую очередь? То есть они попадают вот в волну сокращения, в группу риска, да, и, естественно, не могут уже обслуживать свои кредиты. Ну, кстати, если поговорить опять вот о неких перспективах, есть, ну, возможность повторить восьмой год вот с этой точки зрения, да, что мы через какое-то время увидим опять и волну увольнений, ну, я не знаю, там, даже тех же самых среднего класса, офисного планктона. Может такое произойти, Анатолий? Я думаю, вполне. Вполне, да? Опять все связано именно с тем, что мы замедляемся, и экономика еврозоны, в частности, тоже из рецессии никак не выходит. Я опять хочу вернуться к разговору о Европе, потому что все-таки это один из крупнейших торговых партнеров. Да, конечно. И если бы предположить, что Европа, да, в какой-то степени нашла бы силы, да, удержаться вот на этом минимуме, а может быть, там, какой-то экономический рост показать, то это могло бы поддержать российскую экономику. Ну, да, да, конечно, действительно, это наш главный торговый партнер европейца, в принципе, конечно. Конечно. Вот. Другое дело, что, к сожалению, пока ситуация не видно, что бы там сильно улучшалось, да. Ой, более того, вот недавно вот эта вот тревожная такая новость, еще не понравилась, что еврокомиссар, забыл кто конкретно, сказал, что не исключают того, что в дальнейшем банки будут, так сказать, спасаться по кипрскому сценарию. Вот. То есть они внесли такое предложение. Это было недавно уже, да? Это было недавно, да, это недавно было, буквально там недели-две назад, то есть внесли они такое предложение, но его должны ратифицировать, то есть парламент всех стран, если согласятся, да. Но, в принципе, конечно, для банковской системы Европы это было большое, конечно, сильно очень потрясение. Вот тоже недавно два крупнейших португальских банка тоже написали письмо в Европейский Центробанк с просьбой, чтобы вот не повторялась такая ситуация, как на Кипре, потому что это вызовет массовую панику среди вкладчиков. Интересная история, мы говорили, когда случилось событие на Кипре, это может послужить прецедентом, но говорили мы о Европе преимущественно, да, европейской системе финансовой и так далее. А может это быть прецедентом для российских банков, ну, в определенных условиях? Не думаю. Нет? Не думаю. А почему так? А здесь уже, я думаю, будет играть роль политика. Основные портфели вкладов у нас все-таки сейчас в государственных банках, и если такое, ну, просто не дадут банкам такое сделать, потому что это будет социальный взрыв. Кстати, если говорить вот о неких гарантиях, да, насколько я знаю, увеличилась сумма гарантийного страхования, страхового вклада, да, то есть теперь это миллион рублей, теперь это миллион рублей. Вот если говорить о том, что, ну, опять-таки мы с вами разный сценарий сегодня проговариваем, негативный сценарий, и народ выстроился, да, как это мы видели, опять-таки, несколько лет назад, перед теми же государственными банками с желанием забрать свои деньги. Хватит этих денег у банка? Я думаю, да, я однозначно хватит этих денег у банка. Я немножечко... Так. О другом немного. Немножечко о другом, да, я имею в виду. Дело в том, что здесь-то подход будет не такой, как был у нас там в девяносто первом или в восьмом году, что денег нету просто. Просто законодательно добавили еще один налог. Теоретически можно придумать все, что угодно. И у нас там и десять процентов, и девяносто процентов, но это будет просто социальный взрыв. Не будет никакого позитивного от этого результата, будет только негатив сплошный. Поэтому я думаю, что для нас это... То есть это уже политическая уже, да, история? Да, да, именно вопрос политики. Ну, если опять сравнить, да, ситуацию с Европой, а там как-то иначе рассуждают? Это дело не политическое, исключительно экономическое? Ну... Репутационных рисков никаких нет? Нет, они чисто прагматически смотрят именно на экономику. Вот, то есть нет. Если здесь у нас действительно, вот, ну, особенно учитывая, сколько дано социальных всяких обещаний во время предвыборной кампании, вот. Ну, обещания, обещания, мы же знаем прекрасно, что далеко не все обещания исполняются, ну, все было сказано. Потом, ну, не смогли, ты же. Ну, потом, да, в основном, в принципе, вот, действительно, государственные банки, они у нас, это практически, ну, практически вся наша, ну, первые пять банков, да, это 51% вообще всех активов банковской системы, да. То есть, по сути, это государственные, квази-государственные банки. Да, да. Вот, их, естественно, они слишком большие, да, чтобы упасть, вот, это знаменитое. Их, конечно, да, их, конечно, будут поддерживать, им будут делать инъекции денежные, как надо, там, если понадобится, сколько надо, им денег дадут. Ну, в конечном итоге, для потребителей это не так и плохо, наверное, да, что государственные банки, 50%, вот, Вероника говорит, они составляют в банковской системе, если надо, их поддержат всегда. Для потребителей, да, для экономики банки должны зарабатывать, а не потреблять деньги. Согласен, согласен, согласен. Ну, вот, видите, это и есть тема нашего сегодняшнего эфира, российская экономика, что же, что же такое, да, должно случиться, чтобы мы увидели, наконец-то, экономический рост. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжим эфир, еще 12 минуточек у нас осталось, поговорим сегодня, продолжим разговор о российской экономике, но, очевидно, для всех теперь уже, ну, после нашего эфира, да, наверное, что российская экономика замедляется, перспектив особо позитивных-то нет, к сожалению. Вот один из способов что-то изменить, мы сегодня тоже озвучивали, да, это изменить монетарную политику, снизить ставку рефинансирования, ну, и много других интересных вещей тоже было сегодня произнесено. Давайте продолжим. Вероника, расскажи, пожалуйста, вот эти замечательные находки по поводу Базеля. Кстати, они тоже наверняка могли бы, да, ситуацию все-таки изменить. Может, не радикально, а как-то локально. В принципе, да, но я думаю, что все-таки вот надеюсь, что при Эльвире Набиулиной, да, более будет Центробанк как-то будет более приветлив, так сказать, к банкам. Более дружественен, да. Дружественен, да, и прислушивается к словам банкиров, да, которые просят не торопиться с введением Базеля-3 в России с 1 октября. Если можно поподробнее, да, о чем речь идет? Ну, это ужесточение требований к капиталу банков. Вот, то есть банки и так испытывают проблемы с капиталом, да, проблемы с капиталом, проблемы с ликвидностью, да. И даже для крупных банков это тоже было бы очень таким неприятным моментом. Ну, в общем-то, особенно учитывая, что в данной ситуации мы действительно пытаемся бежать непонятно зачем впереди паровоза. У нас Базель-2 еще, в общем, по сути, не внедрен. Европейцы уже сказали, что не будут торопиться с Базелем-3, да, и вот, а мы, пожалуйста, давайте... А зачем, кстати, это же популизм такой местного разлива? Обещали. Оздоровить банковскую систему. Ну, это очевидно, она вот эту историю может оздоровить? В данной ситуации нет, я не считаю, что абсолютно ужесточение сейчас, они это совершенно лишнее. Вот, Герман Греф недавно как раз об этом говорил, что надо, во-первых, а, снижать ставки Центробанку, и, б, надо, не стоит торопиться с Базелем. И это такой вот, очень такой яркий был его посыл госпожины Биулиной, которая, если мы помним, в общем-то, одно время достаточно долго работала под его руководством. Ну, то есть, они друг друга поймут, да, и общий язык найдут. Будем надеяться. Нам это тоже, да, не безинтересно. Давайте теперь поговорим о банках с точки зрения рынков, все-таки. Вновь я хотел бы вернуться к этой теме. Банковский сектор, понятно, да, что один из самых важных для финансовых рынков. И, ну, начнем с Америки опять. Начнем с Америки. Увидим мы такие долгожданную коррекцию или нет? Как банковский сектор тебя поведет? Нет, ну, в случае, если коррекция будет вниз, да, то есть акции банковского сектора, они в первую очередь... Все-таки они впереди паровоза, да? Да, они в первую очередь пойдут распродажи именно в акции банковского сектора. Хотя сейчас там, в принципе, неплохая ситуация. Даже Мудис недавно, агентство, оно повысило прогноз по американскому банковскому сектору с негативным на стабильный. Вот. То есть, ну, в общем, с другой стороны, когда такое огромное количество средств вообще закачанного в банке, просто сумасшедшее, то, в общем, было бы странно, если бы они не демонстрировали какие-то признаки восстановления именно американский банковский сектор. Вот. А если о нашем говорить банковском секторе, то... Ну, в нашем банковском секторе, если говорить с точки зрения фондового рынка, то я считаю, что только одна бумага привлекательная – это Сбербанк. Вот. Поскольку, ну, во-первых, это самая ликвидная фишка, да, в условиях такого рынка узкого, волатильного, непредсказуемого, то есть надо играть только с ликвидными бумагами. Быстро вошел, быстро вышел, ты где есть возможность такая. Ну, опять-таки, если мы говорим о коррекции, о возможной коррекции, то Сбербанк, да, мало не покажется? Ну, в принципе, да, в принципе, да. То есть если будет коррекция, конечно, все это будет сильно снижаться, да, и опять-таки банковский сектор у нас тоже может быть возглавив стяжение, ну, за металлургами. То есть сначала металлург, а потом банки. Смотри, ты говорил, ну, логично, да, о том, что прежде всего мы на Сбербанк смотрим, ВТБ не рассматриваешь никак ты в этой компании? Ну, нет, нет, мне не нравится, мне не нравится ВТБ, мне не нравится с точки зрения вот модели, как они устраивают бизнес, финансовый результат тоже к нему не нравится. Доп-эмиссия, которая произошла, да, из-под, это подавалось как такая прям победа, да, но это удивительно по такой цене, да, то есть еще немного и просто... Не победить, да, даром. Просто возьмите, да. Да, 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 только возьмите. Я понял, я понял. Хорошо, ну, и еще некоторое время осталось, давайте поговорим о перспективах российского рубля, опять-таки в связи с тем, что ждет российскую экономику и банковский сектор ее. Вот сейчас рубль ослабляется уже несколько дней, делает это достаточно уверенно, 32,13 его текущая котировка, ну, и, в принципе, наверное, ожидать, да, что он начнет укрепляться по какой-то причине. Причин этих нет. Толя, как ты смотришь на рубль? Для укрепления, дело в том, что, насколько я понимаю, укрепление рубля для экономики, это не благо. Это, наоборот, очень-очень большой минус. Я думаю, что мне нравится идея то, что он слабеет. Главное, чтобы он не ушел в пике, вот, но ослабление, его плавное ослабление, это хорошо. Ну, вот нынешнее ослабление, да, которое мы наблюдаем несколько дней, это результат чего? Это результат событий внутри России, событий за пределами России, Вероника? Или, может быть, это политика Центрального банка такова? Да нет, я даже не думаю, что это политика Центрального банка. Ведь опять, извини, пожалуйста, нефть. Может быть, это, как сказать, возможная политика, то есть это ожидание изменения политики Центробанка. То есть Центральный банк отошел в сторону, да, и говорит, вот пусть происходит то, что происходит. Ну, допустим, да, он не выходит с интервенциями, допустим, на рынок, вот давай. Ну, как-то, да, для экономики, конечно, это было бы очень неплохо, если бы рубль попадал сколько-то. Но именно такая, вот как в 2009 году, да, была плавная такая девальвация, вот спокойная такая, ровная достаточно, и это, на самом деле, тогда поддержало очень неплохо экономику, и все, да. Ну, надо вспоминать, что до кризиса рубль стоил 23, доллар стоит 23 рубля, да? Вот. Сейчас у нас немножко другая история, слава богу. То есть было куда снижаться. Ну, вот 32 сейчас небольшим. Если эта динамика продолжится, ну, желательно, чтобы мягко-мягко, до каких пор, что называется, до каких уровней, Вероника? Ой, вы знаете, вот, я не возьмусь предсказывать на самом деле, потому что сейчас пытаться, вот, даже какой-то краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный перспектив, это просто вот это чисто гаданием или пальцем в небо попасть. На кофейной бучей. Я не решусь, да. Ну, в данном случае я, опять-таки, не требую какую-то конкретную цифру, но если говорить о девальвации, слово страшное такое, да, вот, можем мы там увидеть 40 рублей. За доллар, 45, 50 рублей за доллар, кто-то тут недавно, да, да, где-то я читал эту цифру. Вряд ли, тоже не думаю, не думаю. Все-таки нефть выше 100. Выше 100, и причем стабильная нефть, да, стабильная, 103 доллара, а рубль, тем не менее, снижается. Ну, то есть, если говорить, да, об ослаблении, далеко рубль не упадет. Потом, опять же, тоже чреват социальным взрывом, да, зачем же такое делать. То есть, в этом случае Центральный банк все-таки, да, может вмешаться с этими самыми интервенциями в какой-то момент? Может. Но мне кажется, это было бы неправильно. Подожди. Было бы неправильно что? Вмешиваться в... Вмешиваться, да. Тогда не вмешиваться. Но ты считаешь, что это неправильно, тем не менее? Да. Я считаю, что рынок, он сам все все равно выровняет и все поставит на свои места, и командными методами неправильно это срегулировать. Ну, может, это не совсем командный все-таки, это метод достаточно распространенный, валютная интервенция. Вероний, как ты думаешь, присутствие Центрального банка, ну, на российском валютном рынке, по крайней мере, оно необходимо? Если говорить о больших, да, о центробальных развитых, многих развитых трах, они тоже периодически проводят валютные интервенции, да? Нет, ну, да, естественно, это, в общем, мировая практика, да, это, в общем-то, в мандат Центробанка это входит. Совершенно верно. То есть, естественно, они будут присутствовать, они будут следить, будут смотреть. Вот. Ну, другое дело, что, действительно, все-таки меньше в последнее время стал Центробанк вмешиваться, вот, и дает, действительно, дает рынку самому нащупать вот тот уровень, который, вот, он будет комфортен и для экономики, и в то же время, вот, не вызовет такого резкого какого-то напряжения. Ну, на то же время, это позитив все же, да? Центральный банк наш стал более гибким, он более цивилизованным стал. Да, позитив. Это позитив, хорошо. Так, ну, и не обойтись все-таки нам без прогнозов неких, уважаемые коллеги, вы уж меня простите, пожалуйста. Значит, еще раз я хотел бы повторить этот вопрос, и эту просьбу к вам. Значит, что мы увидим до конца лета, вот, и что мы увидим до конца года, Анатолий? Ну, я не, нет, не о рынках я сейчас говорю, я говорю именно об экономике, замедление экономики, вот, в ближайшие, там, 2-3 месяца. Я думаю, что все продолжится. В этом же тренде? Да, ни вверх, ни вниз особых, ну, во всяком случае, до конца лета ничего не изменится. Ну, а до конца года можем мы там на какое-то восстановление надеяться, что называется? До конца года. Как ты думаешь? Мой субъективный подход. Что нет, что нет, что все продолжится и дальше, да? Ну, здесь нужно просто, мне кажется, вопрос-то, надо менять систему. Систему какую? Подожди еще раз. Систему какую? Банковскую, политическую? Какую систему? Систему, да, ну, не политическую, не в том смысле. Ну, мне кажется, что если бы государство, ну, поменьше все-таки вмешивалось в промышленность, там, везде и кругом, там, не пыталось сделать, представить себя в виде великого менеджера, а все-таки малому и среднему бизнесу дали, в том числе, порулить, тогда бы все потихонечку, к сожалению, не сразу, все, что мы сейчас настроили. То есть разговор о конце лета и конце года некорректен просто, да, по определению, потому что это все дело не такое действует. Да, это не сезонный фактор, скажем так. Не сезонный фактор. Кстати, я читаю сейчас ленту новостей, Европейский Центральный Банк оставил ставку на прежнем уровне, но через полчаса, по-моему, да, там будет выступать господин Драги и, может быть, что-то интересное для рынков скажет. Ну, тем не менее, Вероника, твои прогнозы до конца лета, до конца года, что будет происходить в России, в родимом Отечестве? А я согласна, вот мне не думают, что что-то будет такое происходить, что-то такое знаковое. Все, я думаю, будут также там это вручную регулировать, поддерживать, чтобы ситуация вроде как-то создавалась видимость, что экономика там находится на плаву, вот, и кардинально что-то могло бы измениться, если бы, допустим, был у нас не отток капитал, а приток поменять знак, да, минус на плюс, но... Ну, для этого, опять-таки, надо, ну, то, что все говорят про славу-то, да, улучшение инвестиционного климата, да, то, что происходит в последнее время, мы как раз видим, что Россия успешно ухудшается. Ухудшается, да. Успешно ухудшается, я бы сказал. Ну, я думаю, что в конечном итоге, да, это же не какая-то инициатива, вот, ну, не задача решается, давайте ухудшим инвестиционный климат, да, просто, видимо, какие-то не совсем логические события, не совсем логические поступки происходят, Вероника? Ну, не совсем логические поступки, хотя, с другой стороны, в общем-то, нет, логика в этих событиях есть, все, в общем-то, к этому как-то так идет. Согласен. Все к этому склоняется. Я понял, хорошо, значит, у нас осталось совсем мало времени, уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в студии, студии сухого остатка был Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп и Вероника Чекин, аналитик фондового центра Инфина. Обсуждали мы ситуацию в российской экономике, к сожалению, да, ничего позитивного произнести не могли, но надежда умирает последней, наверное, извините уже за банальность, это единственное, что может какого-то оптимизма добавить. Значит, я напомню, уважаемые слушатели, завтра пятница мы будем подводить финансовые итоги недели и завтра ключевое событие этой самой недели. В 16.30 Соединенные Штаты Америки публикуют статистику по рынку труда. В какой-то степени это может дать свежие сигналы для финансовых площадок и, соответственно, нам с вами возможность для, как минимум, для обсуждения, как максимум для заработка. Спасибо огромное за внимание, уважаемые слушатели, всего хорошего, успехов на рынке, до свидания. До свидания. До свидания.